Занятия, как и обещало руководство Центра ЮНАТОВ, начались после каникул. Вот только принять школьников смогли не все аудитории. Два класса ещё не высохли. Сейчас в них работают тепловые пушки. Потоп произошёл больше недели назад. Осенний дождь стал полной неожиданностью для рабочих, ремонтирующих крышу здания. Они уже поэтапно снимали старый наш рубероид, который на крыше. Но сантиметров там было 10 сантиметров. Представляете, сколько слоёв рубероида было на крыше. А как таковой стяжки практически не осталось. И даже когда они снимали, там много было воды. Они сделали стяжку. Вы понимаете, что это керамзит, цемент, вода, песок. И пошёл дождь. Они накрывали плёнкой. Там была укрыта плёнка в 4 ряда. Но вода везде себя найдёт. Почему ремонтные работы начались поздней осенью? На этот вопрос нам обещал ответить министр образования Денис Бычков. Однако ответы нам пришлось искать самостоятельно. По регламентам я давать интервью без разрешения департамента не имею права. Второй этаж вы нам не показали? Нет, конечно. Ну, кого снизу? Ну, я вам сказала. Ну, рабочую обстановку. Пожалуйста, я вам сказала. Всё через министерство образования. Ну, рабочую обстановку я вам показала. Что дальше нужно с вами смотреть? Ну, хотя бы что делается, чтобы родители не волновались. А родители не надо волноваться. Я вам показала. Первый этаж также будет на втором этаже. Крышу учебного заведения не ремонтировали 12 лет. И только в этом году в областном бюджете нашлись деньги на восстановительные работы. Поиски подрядной организации затянули процесс на несколько месяцев. Ремонтировать крышу центра долго не соглашались. Как правило, аукционы для бюджетных организаций не всегда успешны. Решение о выделении сигнований на проведение этого ремонта было принято после того, как образовалась экономия по результатам предыдущих аукционов. Вот поэтому мы, конечно, ушли в осень с этим типом ремонта. Обещают подрядчик, что срок уложится и впредь будут более логичны в своих действиях. Не раскрывать такие большие участки, которые не способны заизолировать. Сейчас ремонтные работы в здании выполнены наполовину. Завершить их планируют к 23 ноября. Также к этому времени подрядная организация обязана возместить ущерб, нанесенный зданию. Остается надеяться, что никакие погодные условия на этот раз в процесс не вмешаются. Анастасия Билик, Алексей Чичвадзе, ТВ, Центр Тула.